добрый день сегодня у нас обзор кофе-машинки с саека вот уже сказал саека на самом деле philips ep 1222 вот вообще почему саека philips купил саека это было порядка 10 лет назад насколько я понимаю вот и до сегодняшнего момента все что делал philips и саека собственно говоря это было старой модельки саека вот вот эти модели уже ep серии это как бы разработка philips а то есть саек таких не существует и не существовало вот поэтому вдвойне интересно познать что же это такое и как в конце концов philips решил делать кофе-машинки ну что у нас интересного сенсорная панелька спереди для настроек где есть эспрессо americano пар и подача горячей воды регулировка крепости регулировка объема есть регулировка температуры но она в меню настройки спрятана то есть не на передней панельке надо будет зажать специальную комбинацию сенсорных клавиш и мы зайдем в меню где сможем изменить три настройки что интересного на каждую кнопочку можно установить максимальный объем вот и в зависимости от него уменьшать его то есть допустим вы ставите на americano 200 миллилитров воды запоминаете это значение и потом вот этими тремя делениями может можете ставить соответственно себе 66 130 66 миллилитров 133 миллилитра или 200 миллилитров вот на передней панельки что еще значок нет воды выкиньте мусор и абсолютно непонятная ошибка восклицательный знак как так что еще хочется заметить philips что сделал он взял и соединил диза внутренности сейка с дизайном от delonghi то есть по сути это delonghi magnifico s ну то есть я так внешне смотрю вообще по всем деталям по всем признакам подгончик тоже самый тоже достается подгончик которым стоит платочек в старых сейка такого не было это delonghi придумал так поступать боковой бачок который выдвигается вперед ну в таком виде это очень похоже на delonghi допустим минуты тоже было но выглядело она совсем не так за лючком находится заварной блок но это тоже полностью delonghi история только в delonghi он там маленький заварничек а тут большой заварничек целиком сейковский за последние 15 лет в дизайне вообще не поменялся то есть это не решили не менять ну наверно удачная конструкция ну сверху лоточек для зерна с регулятором помола вот ну все достаточно классический и лоточек молотого кофе машинка может и молотый кофе делать тоже носик с регулировкой по высоте сейчас очень интересно сейчас мы ее откроем посмотрим что же там по технике придумал ли philips что-либо новое открывается просто на задней панельки два саморезика полная аналогия с delonghi они целиком это срисовали delonghi единственное что по 5 тут два тут один и тут по одному вот тут два снизу сейчас выкрутим посмотрим так вот так выглядит машинка без задней крышки ну что меня волновало очень кофемолка в первую очередь вот тут она с керамическими жерновами слава богу и бывали бюджетные минутки то есть сэка минута или philips минута вот там были металлические жернова и ну и как-то горизонтальная кофемолка от philips с металлическими жерновами но это страшное что-то вот вот немного давайте на плату посмотрим принципе очень напоминает тут же плату от минуты вот если что добавили бипер то есть что музыка 10 машинка соединяет свои действия с звуковым оповещением то есть нажали на сенсор и звуком она отработала вот так же плата ну в общем оказывала delonghi большое влияние скажем так то есть они явно смотрели в сторону delonghi когда конструировали эту машину что еще интересного но я такого принципе не видел на сэка то есть у них зачастую идет помпа за помпой аварийный клапан сброса давления а тут идет просто подача в бойлер то есть они от этой детальки избавились не знаю насколько это правильно тогда этот клапан надо было поставить это в другом месте пока его не нашел то есть давление будет превышена где-то она будет стравливаться уже не в этом месте то есть странно так ну более принципе стандартный какой-то или не не стандартный в минуту не такой бойлер до какой-то свой суп но это наверно уже разработки скорее philips а то есть это не такой как на минутах бойлер вот это же они что сделали полностью как на delonghi поставили пластмассовые переходнички зачем они это делают непонятно есть мнение что момент заморозки если вдруг у вас машина осталась на холоде в первую очередь ломаются вот эти переходнички а не разрывает бойлер вот это да это был плюс delonghi будем думать что на основу есть на этом philips решила сделать то же самое что защитило пользователей так там в глубине кофемашинки можем видеть электроклапан горячей воды вот через который подается вода с носиков соответственно вот ну так и надо ручки регулятора нет он электроклапан подачи воды не механические электронный вот ну в принципе какие выводы то есть по сути philips совместила конструкцию delonghi с конструкцией с эко и получилось свое собственное вот немножко удешевленно то есть и сам пластик собственно говоря кофемашинки такой отдает за пашком химии то есть видать на пластике тоже пытались сэкономить ну в принципе если на качество это не повлияло и потребителя это устроит почему нет давайте сейчас попробуем включить посмотрим как она будет работать вот при включении начинают двигаться светодиодики идет нагревание так об основных настройках машинки позволяет установить жесткость воды позволяет использовать фильтр вот настраивать температуру ну первый запуск он покачает пока воздух звук был поэтому такой странный сейчас закачает воду уже стало тише произойдет промывка заварного блока ну или не произойдет если вода не успела пройти к заварному блоку если у вас случается то же самое надо наполнить систему водой то есть нажимаем подачу воды все система наполнена в принципе даже сейчас можно делать кофе мигает светодиодика это к тому что она просит инициализировать фильтр кофемашинки для этого нажимаем эту кнопочку по моему держим 3 секунды вот после чего надо будет нажать play и установленный фильтр пройдет небольшое количество воды промывая его от угольной пыли у нас фильтра нет поэтому без него так ну давайте сделаем стартовый кофе так выбираем сначала напиток потом выбираем крепость выбираем объем и нажимаем play эти максимальную крепость и play поскольку первая чашка кофе у нас получится очень слабенькая кофемолка была пустой поэтому она не намерит нам нужного количества зерна вот первую чашку я бы советовал просто вылить потому как это будет совсем не показательно для этой кофемашинки носа дайте видите светленькая кофе она конечно не крепко это и понятно кофемашинка пустая вот такой объем эспрессо запрограммирован так что что давайте еще эспрессо тук объем воды поставим максимальный и сделаем его и эту чашку уже можно будет пробовать чисто визуально посмотреть как выглядит это кофе и вкус его тоже сейчас оценим ну судя по тоненьким струйкам кофе должно быть ничего то есть достаточно крепким достаточно насыщен это тоже мы сможем оценить по шайбочке то есть в бункере жми сейчас я тоже достанем посмотрим ну так честно говоря симпатично высокий объем пенки кремы говорит о том что помол достаточно мелкий и машина из кофейных зерен получает максимум вкуса да сейчас тут ничего нет в филипсах есть такая интересная ситуация что последняя шайбочка остается в заварном блоке есть у них такое вот то есть когда я сделаю только следующую чашку я смогу увидеть шайбочку за предыдущую давайте так и сделаем все равно интересно насколько правильно настроен помол это будет понятно а вот этой шайбе еще раз эспрессо еще раз поехали ну кофе слабоват однозначно ну как бы для бытовой кофе-машинки особо звезд с ним и не хватает ну как бы ничего от нее такого и не ожидали и опять же помол стоит сейчас на серединке для сэка можно помог выставлять в минимальное значение для самого насыщенного вкуса в долонге там будут вопросы с этим все к можно не бояться крутить этот регулятор там до одного деления дух все устанавливаем вот что тут у нас тадам шайбочка смотрите вот то что с самого начала такая лужица грязная это потому что первая порция была с недостаточным количеством кофе поэтому она не могла сформировать шайбочку из той жижи вот а это уже наша шайбочка правильная из кофе она чуть влажновато идет в принципе это сигнализирует о том что помол мелковат то есть так и должно быть то есть когда шайба сухая и с большими крупинками это значит что кофе можно делать еще мельче еще больше вкуса чтобы нам могло попасть чашку вот а вот такая влажная немножечко расплывающаяся шайбочка сигнализирует о мелковатом помоле то есть я бы оставлял его так это вам даст более ощутить вкус так ну и выключение и небольшие выводы достаточно неплохая кофемашинка наследник сэка минута то есть филипс по-своему уже пересмотрел наконец-то старую конструкцию сэка сделал что-то по-другому обыкновенная недорогая кофемашинка вкус средний полностью соответствует своим деньгам стоит ли покупать то в принципе да стоит машинка неплохая симпатичная главное вот такая в красном цвете можно взять то ли за 10 то ли за 11 тысяч гривен замечательная цена будет украшением и для кухни и кофе сделает кофе сделает хороший то есть если возьмете кофемашину юра или него на сто процентов вас будет кофе намного вкуснее но и стоит они дороже а это за свои деньги хороший выбор все спасибо за внимание